Очень интересный центр. То ли он закрыт, то ли он не работает, то ли у него сиеста. Но даже если бы он его работал, такой какой-то центр не очень, то уж центровой центр, скажем так. Выглядит так красиво, необычно, крайне мере внешне. Но внутри все, абсолютно ничего нет. Вот интересное здание. Шоппинг-центр. Входимся на Канарских островах. Куда здесь пойти? Попкорн есть за 1 евро. Какие-то сладости тут продаются. Апартаменты Хоплаго. Можно вот там посмотреть, что за апартаменты. Апартаменты. Какие-то там есть. Фэшн. Да. Фэшн, кстати, прикольная тут вещь. В Испании очень много вообще одежды. Я так уже понял. Притом очень странный. Дешевый? Нет, 400 евро. Да. Вот это сумка? Да. Ты смотри, это я впервые вижу. В Испании такую дорогую сумку. Хорошая какая-то дорогая. Да? Фирма хорошая какая-то. Притом от 1000 уценки. Ничего себе. Обычно у них тут валом одежды за 20-10-5 евро. Вот здесь смотрят буквы. Видишь, портферы такие дешевые. Дешевые, да? Очень дешевые. Смотрите. 20 евро. Это что? Это копейки 5-ая авеню. Элизабет Арден. 13 евро. Это вообще ничто. Может они левые? Версачи 30 евро. Нет, не левые, они нормальные. Нормальные. Очень дешевые. Ну да. Такие вещи тут. Сколько стоит? Сколько стоит? Непонятно. А вот. 70 евро. 90 евро. Цены. Есть и за 1 евро вот какие-то по барикушке продаются. Много здесь. Вообще в Испании очень много одежды. И в том числе много дешевой одежды. Не знаю. Тут на Канарских островах я не скажу прямо так, что много дешевой одежды. Но вообще в Испании самой, в Мадриде по крайней мере особенно, просто ужасно много было разных вещей, которые стоили 5 евро. Там скидки, скидки, скидки. Такое ощущение, что одна большая скидка там происходила. Вот. А здесь тоже есть и дорогие вещи есть, и дешевые вещи. Вот. Такая вот здесь житуха протекает. Пойдем дальше. 4-звездочный отель. Интересно то, что у нас вот отель, который сейчас живем, 3-звездочный называется. Но я впервые в жизни в 3-звездочном отеле вижу телевизор, в котором надо монетку закидывать, чтобы его смотреть. Я не знаю, как можно было вообще такое придумать даже. Сделали. Что, что? Пальмы и там дырки сделали. Ага. И пальмы дальше сверостут. Точно. Это классно. Ну да. Очень интересно. Своеобразно. Давай, 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 давай. Спасибо большое. В немцы здесь. 59 евро специальная цена. Интересно, сколько тапочки стоит? Тапочки стоят 5 евро. 4,25. 4,494,95. В общем, около 5 евро стоят тапочки. Поехали. Идута, вы езжу надпинат. 6,5 евро. 6,5 евро. 10,5 евро. 12,5 евро. Такая вот набережная, там макьян, здесь проходит набережная. Центр коммерциал, коммерческий центр. Здесь у них всегда скидки. И, кстати, в этой Испании, наверное, круглый год скидки. У меня уже такое подозрение, что они вообще не заканчиваются. Мы сейчас до этого порта, получается, доходим, да? Практически, да. Здесь вон есть массаж рыбок. Три рыбы плавают. Абсолютно вообще непонятный массаж, кстати. Но чисто того, кто его ни разу не делал, я его в Таиланде один раз попробовал. Потому что мне показалось, что это что-то необычное. Но по большому счету, я даже не понимаю, какой там вообще массаж происходит. Просто чисто понт. Из-за своей необычности люди, наверное, просто приезжают и пробуют это. Но вряд ли, не знаю, сомневаюсь, что кто-то его делает второй раз. То есть чисто на один раз для эксперимента. Так, куда-то мы пришли. Куда-то мы пришли. Не знаю, куда. Идем туда. В общем, вот такой вот город. Друзья, этот у нас... Я забыл только название. Королехо. Королехо. Это, да, Королехо. Пока будем закругляться временно. В целях экономии батареи выключаюсь. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Входимся на Канарских островах.